Сибирь в борьбе уступила автомобилисту в первом матче Кубка губернатора Челябинской области. Исход встречи решила одна единственная шайба. Ее еще на исходе первого периода забросил Алексей Макеев. В качестве ассистентов выступили Дмитрий Жукенов и Сергей Шумаков. Причем этот момент стал единственным опасным за весь период, который в целом прошел на низких скоростях и с большим количеством брака в действиях обеих команд. Не в пример первому стал второй игровой отрезок. Сибирь ринулась отыгрывать отставание. Но либо не могла воспользоваться верными шансами, так Николай Демидов угодил в перекладину, либо выручал вратарь автомобилиста. В третьем периоде борьба не стихла. Евгений Чесалин сошелся в кулачном бою с Патрисом Кормье. Форварда Сибири даже не смутила разница в габаритах. Пока оба отбывали время на скамейке штрафников, их команды успели обменяться острыми моментами, которые, увы, ни к чему не привели. Итог – минимальная победа автомобилиста 1-0. Видно, что команда еще, скажем так, держит что-то. Мы знаем, что это держит. Завершится турнир в Челябинске 27 августа. Все матчи Кубка губернатора с участием в Сибири смотрите в прямом эфире на нашем телеканале. Молодежь, сибирские снайперы тоже начали свой заключительный предсезонный турнир с поражения. Сначала новосибирцы уступили авто со счетом 3-1, а следом с разницей в одну шайбу проиграли «Чайки». На этой неделе Новосибирск станет всероссийской столицей каратэ. В ближайшие выходные «Локомотив-арена» примет чемпионат страны. Ожидается участие около 300 сильнейших спортсменов. Подробнее о предстоящем турнире расскажет Александр Шрудила. Чемпионат России по каратэ вновь в Новосибирске спустя 21 год. В 2000-м на турнире лидером нашего региона был Исламуддин Эльдарушев, а сегодня он главный тренер сборной страны. На пресс-конференции рассказывает о задачах команды на предстоящий чемпионат. После Олимпиады отбор в национальную сборную начинается практически с чистого листа. И в Новосибирске пройдет лишь первый этап селекции. Затем отсев продолжится международными турнирами. Перед московской премьер-реги запланированы сборы. На этой премьер-реги будут участвовать больше 50 наших российских спортсменов, где мы можем как раз таки посмотреть, определить одних из сильнейших. И уже далее будем работать с этими спортсменами. Далее у нас второй этап сборов и третий финальный этап сборов. Подготовка к чемпионату мира, который пройдет в Дубае. Именно поэтому в Новосибирск приедут все сильнейшие. Исключения единичны, как в случае с Анной Чернышовой, которая заболела коронавирусом в Токио и до сих пор не восстановилась. В числе претендентов на медали немало и новосибирских каратистов. Щербань, Гранавесов и Аганисян – действующие чемпионы страны, которые постараются защитить титул дома. Подрастает и талантливая молодежь. Я думаю, что команда такая сплоченная. Настрой у всех боевой, тем более выступают они дома. Придут и родственники, и друзья. Будут смотреть их, поддерживать. Сейчас мы привлекли еще к сборам иранского специалиста, который приехал специально готовить нашу сборную в Новосибирской области. И мы надеемся все-таки на хороший результат. В программе чемпионата привычные дисциплины каратэ. Мужские и женские спарринги, в том числе и командные, а также технический комплекс, который называется «Ката». Всего будет разыграно 16 медальных комплектов. Для зрителей соревнования открыты, трибуны могут быть заполнены на 50%. Бесплатно это однозначно. Необходимо, чтобы были маски, но с другой стороны, кто приходит без масок в наших учреждениях спорта, эти маски выдаются. Будет условие рассадки, учитывая социальную дистанцию. Соревнования пройдут в два дня. В субботу и воскресенье начало в 9.00. Первый день в час дня состоится торжественная церемония открытия чемпионата России. Соревноваться каратисты будут до позднего вечера. Завершится турнир в воскресенье в 21.00. Финальные поединки «Кумите» и выступления в «Ката» телеканал ОТС покажет в прямом эфире. На этом выпуск завершен. В студии для вас работала Кристина Лата. До встречи. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ